всем привет сегодня мы продолжаем играть в мазму джекил и хайт продолжаем расследовать дело вот не забывайте ставить лайки и подписываться на канал оставлять комментарии кстати у меня есть твич канал ссылка в описании так что если хотите посмотреть стримы с играми приходите туда пообщаемся повеселимся и как-то так гест смерть сэра кирью настоящая трагедия да это уж точно какая внезапная болезненная утрата мистер аторсон должно быть дело рук ужасного преступника я обратился к вам из-за этого убийства посмотрите на это письмо она от убийцы письмо убийцы да это строго между нами не знаю даже как к этому относиться мистера хайда и след простыл так что письмо само по себе бесполезно и все же прошу вас взгляните на письмо вы же занимаетесь анализом анализом почерка я правильно понимаю этот почерк можно прочесть но он очень странный видите как он заваливается влево так обычно не пишут вы правы очень странно да так а это что там у вас приглашение от джекила я хорошо знаю его почерк можно взглянуть хотите посмотреть вот пожалуйста секундочку спасибо как занятно вы что-то узнали мистер аторсон давайте почерка очень похожи они отличаются лишь углом наклона это поразительно как странно да очень странно прошу не распространяйтесь об этом хорошо мистер аторсон не буду я все понимаю до свидания мистер аторсон о боже джекил поделал письмо убийцы нахрена один месяц спустя ничего себе расследование такое на улицах тихо и в газетах о нем ни слова джекил был прав хайд и впрямь покинул лондон но я не могу просто так сидеть сложа руки нужно пройтись по местам погромов учененных мистером хайдом по местам погромов так глухой переулок ща посмотрим где там погром он совершал тут были погромы я помню боже кто это у нас пул что вы тут делаете мистер аторсон как ваши дела я тут по поручению господина по поручению джекила да он попросил меня разнести приглашение на благотворительный званный ужин понятно как к вам сейчас относится джекил господин он полон сил и нам скучать не дает боюсь он даже нас немного перегрузил но я рад что он снова встал на ноги какое облегчение кстати о джекиле он у себя пока нет занят благотворительностью наверное он на площади там всегда людно ясно спасибо что дали знать прошу обращайтесь если будут проблемы площадь благотворительность это где вообще так давайте посмотрим здесь убийство еще свежо в памяти как все могут веселиться ах да скоро же рождество ха надеюсь что праздник принесет нам благие вести я тоже надеюсь как много людей ну тут особо ничего нету у реки можно посмотреть где убийство было совершено трудно поверить что два месяца назад на этом самом месте убили человека тихо тут но на душе аж кошки скребутся ну тут тоже особо ничего нет сухо не знаю что там можно увидеть долго я буду ходить туда-сюда как сумасшедшие о о мистер атерсон зачем пожаловали хотел справиться о ходе расследования мистер хайт как свою землю провалился несколько недель после убийства были просто адовыми а сейчас как кажется с исчезновением этого человека будто бы все зло покинуло город на улицах тихо случаи жестоких нападений и убийств сократились понятно добрые вести но прошу дайте знать если всплывет какая-нибудь информация о нем да конечно спасибо чё это сухо от этого места у меня вечно мурашки по коже таким как тут я не место таким как я тут не место но делать нечего раз уж мне нужно узнать правду нужно взять всю волю в кулак и быть готовым ко всем ужасам этого мира кажется дождь собирается да где я еще не была болтон стрит по моему я там не была может уже была тут джекил живет к нему нельзя зайти так так я ходила туда к реке тут ничего нет не понимаю к этому может подойти не знаю тут намного спокойнее чем в мой последний визит никто не слышал о мистере хайде уже несколько месяцев простите вы это мистере хайде мистера хайде не было тут с момента убийства он забрал мои деньги и убежал он вас ограбил да в игорном доме что по соседству только тсс об игорном доме никому не переживайте я никому не скажу так вот он смухлевал и забрал мои деньги и никто его больше не видел самого дня убийства сэра дэнверса кирью все только его ищут так что дайте знать если узнаете где он сейчас ясно мистер хайде вправду нажил себе кучу врагов так значит нам карте к этому к дому игорному а где он находится хрен его знает говорит недалеко а где недалеко то со мне клыньо У реки, может, так, может быть здесь? Еще искать эти дома и горные тоже, блин. Не похоже, что он здесь. Наверное, в Сохо, потому что это самый неспокойный район в этом месте. Скорее всего, игорный дом находится здесь. Ну, я так предполагаю. Хотя где здесь может быть вход в этот дом игорный? Не знаю. Что-то все облазило и ничего не нашла. Опять непонятно, куда идти. С медиумом в пабе, где мистер... Ясно. А где этот паб находится, я не помню. Это точно не здесь. Вот здесь, наверное. Или не здесь? Вот как я бы догадалась сама, что надо мне с медиумом говорить? Полагаю, сейчас в пабе все в порядке? Ну, если сюда снова заявится мистер Хайт, он не будет таким людным, как сейчас. Я чувствую его присутствие. Я не верю во все эти предрассудки. Но что вы имели в виду под его присутствием? Это гадкое, беспощадное, леденящее душу присутствие. Он заходил сюда еще пару раз. Но его уже нет несколько месяцев. Так значит, вы можете сказать, когда и если он снова объявится? Его зовут Хайт, мистер Хайт. Мистер Хайт. Духи говорят мне, что в этом пабе его больше не встретить. Ой, они просят вас сбросить эту затею. Ясно, спасибо. Вечно чушь несет. И что? А можно домой? Где там мой дом? Так, доктор Джекилл, значит. О, вот он. О, так вот что случилось. Думаю, я смогу помочь. Ох, спасибо. Да право не стоит. Благослови вас Господь. Уатерсон, это вы? Джекилл, выглядите хорошо. Ха, я решил помочь в церкви. Да и так по мелочи, чем смогу. Выглядит это хорошо, но берегите себя, вы недавно болели. Так значит, вы больше не общаетесь с мистером Хайдом, так? Конечно, за кого вы меня держите. Вечно вы слишком печетесь от других. Прошу, берегите себя. Спасибо за заботу. Ладно, у меня тут скоро званный ужин. Я дам вам знать. Улица теперь более оживленная. Это потому, что мистер Хайд исчез? Ну, может и так. А еще скоро Рождество? Все так рады приближающемуся празднику, что уже и думать забыли об этом злодеи. Ха-ха. Что ж, я очень рад. Не забудьте сообщить мне о дате званого ужина. Конечно, конечно. До встречи, Атерсон. Удачи с благотворительностью. Две недели спустя. Так, минуточку. Хочу кое-что глянуть. Ответвлений тут нет. Ладно. Приглашение Джекила. Мистер Атерсон, письмо от доктора Джекила. О, спасибо, можете идти. Спасибо. Ой, опять начинается. А что, так нельзя расшифровать и посмотреть, что он там пишет? Собираю всех друзей у себя на званом ужине вечером 8 января. Приходите, если не будете заняты. Всегда вам рад вам. Ваш друг Генри Джекил. Хорошо. Жекил пригласил меня на званый ужин. Я захвачу с собой бутылку моего лучшего вина. Так, бутылку вина, говоришь? Ммм. Это французское должно подойти. Оно Джекилу понравится. Я так рад. Ну что ж, пошли, где он там живет. По-моему, здесь. Нет. Нет, не здесь он живет. Нет, не здесь он живет. Значит, вот здесь. О, Аттерсон, вот и вы. Смотрите, даже Лэннион пожаловал. Мы решили оставить наши научные прения и помирились. О, Аттерсон, вы припозднились. Мы тут разговаривали о деньках нашей молодости, когда мы вечно собирались втроем. Трое друзей, как в старые добрые времена. Давненько мы так не собирались. Да, вон сколько много людей. Ничего не слышно, ничего не понятно. Так, и что мне делать? Сэр, вы читали последний роман Роберта Льюиса Стивенсона? Я слышал, эта книга продается даже лучше Острова Сокровищ. Извините, но я не читаю фантастику. Тогда вы не слышали ни о его похитителе трупов, ни о Лале. Я не читаю ненаучные или слишком популярные произведения. Но, сэр, если вы не читаете книг, то о чем вообще с вами можно поговорить? Может, все же прочтете парочку? Ладно, потом почитаю. Надо со всеми поговорить, я так понимаю. Вы читали книгу Жюль Верна «Вокруг света» за 80 дней? Конечно, это всего лишь книга, но думаю, что скоро такая затея станет вполне возможной. Совершенно верно, она уже 10 лет как вышла, простите, сэр. Думаете, что весь свет можно объехать за 80 дней? Не бывает такому. Такое только в книгах и возможно. Но прогресс идет семимильными шагами. У нас теперь и трансконтинентальная железная дорога есть. Какой же вы пессимист? Может и так. Может и, возможно, как думаете. Ведь так, я знаю, что возможно. И однажды хочу попробовать. Мистер Атерсон, вот о чем надо мечтать. Так, с дворец с кем поговорить нельзя. А с кем еще можно говорить? Что-то тут особо больше говорить не с кем. Что это? А, уже уходите? Почему бы вам не посидеть еще? Мы поговорили. Мы поговорили. У нас еще целая ночь впереди. Уже поздно. Мне нужно идти. Я еще к вам зайду. Ха, точно. Пул вас проводит. Доброй ночи, Атерсон. Доброй ночи, Джекил. Я могу и без пулы. Дойти до двери. До свидания. Спасибо, пул. Прошу вас, берегите доктора Джекила. Не переживайте, мистер Атерсон. С тех пор, как мистер Хайт исчез, доктор Джекил будто бы проснулся от долгого сна. Джекил вылез из своего кабинета и стал встречаться с друзьями. Теперь он ходит в гости и сам созывает приемы. Он даже стал больше ходить в церковь и помогать там бедным. Кажется, он делает это все из добрых побуждений, и еще он стал больше улыбаться. Доктор Джекил спокойно живет уже два месяца. Ну, мне кажется, что что-то пойдет дальше не так. И что это было? Так это же Джекил. Видно, что это он. О, это опять вы? Оставьте посылку вот здесь. Вы не думали о нашем прошлом разговоре? Ну, я ничего вам не скажу, даже если не думали. Вы же с этого ничего не заработаете, так ведь? Но знаете ли, я очень долго думал обо всем этом. Может ли человек заполучить истинную свободу? И задав себе этот вопрос, я стал представлять себе мириады решений. Просто подумайте об этом. Если этот извеченный конфликт добра со злом больше бы нас не беспокоил, и мы могли бы жить как два отдельных человека, то мы смогли бы спокойно вздохнуть. Помните, что я тогда говорил о золоте? Укради вы его. Ваше доброе эго никогда бы вам того не простило. Но что, если бы оно просто никогда об этом не узнало? Если бы об этом было известно лишь его злому брату-близнецу? Я очень долго думал об этом. То было лишь начало моего исследования. Человек есть доброе и злое начало, но дело не только в этом. Нет, вы так говорите лишь потому, что не понимаете сути теории в полном объеме. Просто вдумайтесь, что для нас всех этот естественный порядок вещей. Не стоит загонять себя в рамки, ничто не вечно. Нужно постоянно искать новые пути. Но я отвлекся, если два эго нельзя соединить в единое целое. Что, если можно их полностью разделить? Вот с чем я сейчас поглощен. Я все время думаю о разделении наших двух эго. Все мои мысли уже давно только этим и заняты. Наверное, я слишком много говорю сам с собой. Прошу простить, это точно мое злое эго шалит. На сегодня все. Не забудьте чек. До свидания. Глава 4. Знакомый конец. В смысле конец. Это еще не конец. Спустя пару дней. Дополнительное дело какое? 1886-й Ковен. Че? Какая? Так она уже есть. Че вы мне говорите? О! Играть за Хайд... Ой, за Джекила. Боял меня еще больший страх. О боже. Ха-ха. Понятно. До свидания. Че это было? Я так давно сдерживал себя. И занимался благотворительностью больше обычного. Ха. В этом городе до благотворительности больше никому нет дела. Все глупые, ленивые и бессердечны. Ха. Все верно. Со мной им точно не сравнится. Кто вообще заботозрит успешного ученого? Пойду сделаю пожертвование. Пойду сделаю пожертвование. А! Голова кружится. С чего бы? Сэр, вы в порядке? Мне нехорошо. Это боль. О нет. Нужно ее заглушить. Не здесь. Так, что происходит? Боже мой, доктор Джекил, вы в порядке? Карету, подайте карету. Это же известный филантроп, доктор Джекил. Ох. Что с ним? Что произошло? А то ты не знаешь. Соберись. Нужно держать себя в руках. А то нет. Я так больше не могу. Да что с ним? О! Все! Только как он превращается? Я не понимаю. Внешности разные совершенно. Прошло уже сколько? Два месяца? Ха! Этого не может быть. Я перевоплотился без сыворотки. Черт! Скорее в лабораторию, пока меня не увидели. Смешайте сыворотку по рецепту за определенное время. Ну, давай. Блин! А все, я не знаю, что там дальше надо. Я не помню. Так, давайте посмотрим. Ага, пробирки, вот эта штука и хера. А что в начале-то было? Вот это, может? Пробирки. Нет, вот это, вот это, вот это, вот это. Давай еще раз. Давай вот это, потом вот это, потом вот это, потом. Давай быстрее вот это и вот это. Он ее выпил? Похоже, с сывороткой что-то не так. Ничего не происходит. Спокойно. Быть этого не может. Я никогда не ошибаюсь. Нужно двое увеличить дозу. Ар, чертов полицейский плакат. О. О, нет. Невозможно. Я, я не склонюсь ко злу. Никогда. Да, уж весело. Мне нужен отдых. Выпей чаю. Я рад, что у Джекила все хорошо. И что он помирился с Ленином. Леньоном. Я видел Джекила буквально пару дней назад. Но, думаю, можно зайти к нему еще раз. Ну, давай зайдем. Пул, доктор Джекил у себя? Да, у себя, но... Что-то стряслось? Господин сказал, что он не желает сегодня принимать гостей. Извините, мистер Аторсон. Хорошо, я вас понял. О, бедный Джекил, он переработал? Ага, переработал. Я снова зашел к Джекилу. Но Пул снова сказал мне, что Джекил отказывается покидать свою комнату. Я довольно часто виделся с Джекилом последние два месяца. Поэтому я переживаю, что он снова заперся у себя. Я решил, что буду захаживать к Джекилу в надежде встретиться. Спустя пару дней. Опять к Джекилу идти? О, мистер Аторсон. Доктор Джекил у себя? Да, но никого не принимает. Господин хочет побыть один. Ясно. Сообщите ему, что я заходил. Хорошо, мистер Аторсон. Что-то стряслось, мистер Аторсон. На вас лица нет. Пул, прошу вас, скажите, кто-нибудь еще заходил к доктору Джекилу? Мистер Аторсон. Я никому не скажу. Это все ради его же блага. Прошу вас. Боюсь, я бы и так вам об этом сказал. К нему приходил замочник и мистер... Кто-кто? Я не расслушал имени. Проведайте нашего общего знакомого с Ковендшип Сквер. Но, мистер Аторсон, прошу вас, ни слова господину. Не беспокойтесь, Пул. Позаботьтесь о нем. Какой там общий знакомый? С того самого дня я каждый день заходил к Джекилу, но так его и не увидел. Спустя пару дней. Интересно, видел ли Леннион Джекила? Где он еще... Вообще этот чувак, я не знаю где. А, он, по-моему, вот где-то здесь живет. Ну, это я не сегодня уже. Это в следующий раз, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И всем спасибо еще раз. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok